За что Господь посылает болезни детям? Этим вопросом задаются большинство родителей, у которых болеют их чады. Но, как сказал святой праведный Иоанн Кронштадтский, болезни примеряют нас с Богом и вводят снова в любовь Его. Так и произошло с любовью Пескун. Внезапно на обыкновенной лыжной прогулке у маленькой дочки Оли начались острые боли. Мгновенно мама с ребенком поехали в больницу, и после результатов анализов дочь направили на срочную операцию. Операция длилась 6,5 часов. Потом после операции она в реанимации лежала. Трое суток не работала совсем перистальтика. И когда я пришла, ну вот уже каждый день, конечно, ходила, и потом мне врач говорит, что сегодня критический такой момент, либо мы поставим ребенка на ноги, либо вы ее утром заберете в морде. После этих слов врача, находясь на грани отчаяния, женщина села в машину и поехала, куда глаза глядят. Говорят, что материнская молитва и со дня моря достанет. Так ноги сами привели женщину в храм, где она стала непрестанно молиться Богу об исцелении дочери. На следующий день произошло настоящее чудо. В себя пришла я в Енисейске у храма. Там на пригорке большой такой храм стоит. Но было уже темно, очень поздно. Храм уже не работал. Я побегала вокруг этого забора, нашла какую-то лазейку и проникла на территорию этого храма. Все уже было закрыто. Я бегала, в каждую дверь стучалась. Человек вышел в какой-то монашеской одежде. Спросила, что мне надо. Я объяснила свою проблему. Они открыли мне храм. Из молитв любовь знала только отче наш, от своей бабушки. Поэтому говорила с Богом, как могла. Дома женщина тоже провела бессонную ночь за молитвой. А утром поехала в больницу, не зная, чего ожидать. Я ехала вся, на нервах, не знала. В реанимации ребенок, в морде ребенок. Что мне делать-то? Приехала, сразу поднялась в реанимацию. Выходит врач, говорит, а у ребенка кристальтика стала работать. Наверное, если бы я не обратилась к Богу, не поехала в храм, а оставила бы вот в том состоянии, в котором была, то, наверное, бы я потеряла ребенка. После этого случая здоровье дочери поправилось. Любовь с дочкой стали посещать храм, молиться Богу и ежедневно благодарить его за чудесное исцеление, которое он даровал. Но однажды Любови приснился сон, в котором голос сообщил женщине, что именно великомученик Пантелеймин молился за ее чадо в день операции. Я, в общем, считаю его своим спасителем. Если есть молитва, будет ответ. Если ты живешь духовной жизнью, ты понимаешь, что всегда произойдет сильная какая-то радость. Мамы с дочкой благодарят Бога каждый день за те удивительные исцеления, которые он им даровал, и понимают, что, наверное, эти события были нужны, чтобы они сами обратились к Богу и приблизились к Нему. История Любови показывает, мне кажется, прежде всего, такое вот желание, да, чтобы дочка исцелилась, чтобы последняя надежда, последняя ниточка. И часто такое видишь, когда говорят человеку, особенно он к больному, все, вам осталось жить очень мало, месяц-два. Куда он идет? Конечно, идет к Богу. Даже если до этого был крещен, но храм Божий не посещал. И припадая уже к иконе, Господь действительно порой дает это чудо, чтобы человек понимал, что вот этот путь единственный. Арина Дорностаева, Андрей Андреевских, Андрей Звягинцев, телеканал СВАЗ.